Стоит, нарастает. Скорее всего, второй план такого глобального не было. И даже когда меня периодически, еще там энное время назад, когда мы еще не были настолько большими, но уже большими, меня там все спрашивали, вот ты вообще, вот этот самый такой классический вопрос. Один вопрос, почему Wildberries? Второй вопрос, думала ли ты, что ты создашь такую большую компанию? Я как-то на это достала, и я ответила, да не думала я, у меня была конкретная задача, как у мамочки в декрете, и выживать надо прямо сейчас. У меня просто была задача создать себе заработок. И помните еще посмеяться, когда я сказала, у меня вообще цель была какая? Какая у тебя была цель? Сколько там оборот? Я говорю, да цель какая у меня была? Ну там, чтобы там тысячи долларов в месяц было бы, и прибыли, и нормально. Вот они там все начали смеяться. На каком году развития вы поняли, что все-таки это чуть больше, чем заработок тысячи долларов, ну слегка? На втором или на третьем. Причем это даже не я оценила, а мой муж. У него тогда был свой бизнес, тоже очень модный в то время, это прокладывание сетей. Он, кстати, очень многие советы по бизнесу мне давал. Ну из разряда самые простые что-то. Не надо все делать самому, найми там человека, делегируй ответственность, в виде учет, ну какие-то такие простые вещи. Вот. Я его попросила пойти со мною на переговоры, потому что я хотела поменять себе партнера, с которым работала. И, в общем, переговоры не задались, но я помню, что когда мы вернулись с переговоров, он сидел, думал, думал, потом говорит, а из этого может вырасти большой бизнес. Он объясняет это немножко по-другому. Он говорит, что когда он оценил, то есть он говорит, что это он прям чуть ли вообще не сразу понял. Ну у мужчин такое бывает. Ты либо видишь, что бизнес пойдет, либо не видишь. Вот он увидел, что он пойдет, потому что там, ну условно, бизнес существует без года недели, а там уже, и фактически ты еще ни одного заказа не выполнил, а у тебя там уже заказов там нагенерилось там на ту же самую пресловутую тысячу долларов. То есть это оказалось востребовано и нужно. Поэтому, ну а вот так, чтобы понять, что действительно, это как бы когда он понял, что идея взлетаемая, наверное, да. А вот то, что как бы она реально может вырасти в большой бизнес, и ты можешь не просто пошутить, а поставить себе цель, что ты хочешь стать компанией номер один, ну это, наверное, 2007-2008 год. Вот так вот мы всерьез начали работать над тем, чтобы стать компанией номер один в стране. Очень всегда любят все говорить об историях успеха, как мы этого добились. За 20 лет вот были какие-то ошибки, решения, которые вы понимаете, что вот была бы возможность вернуться, не сделали бы никогда. Можно я вам расскажу?